Паткуль отвел войско в саксонские владения, в Нижние Лужичи, Лаузиц, и расположился при местечке Губине, причем в русских полках оказался недочет в 1900 человек. Не все русские войска были с Паткулем при осаде Познани. Четыре полка под начальством полковника Герца были оставлены им на Висле при Большой саксонской армии. Отдалившись от этой армии, они были настигнуты шведами близ Фрауштатта, храбро защищались против превосходного числом неприятеля, и, потерявши 900 человек в битве, засели в деревне Телеротте. На другой день шведы напали на них и здесь. Русские защищали каждый дом, каждый шаг. Шведы предложили им сдаться, грозя, что в противном случае зажгут деревню. Русские отвечали, что будут защищаться до последнего человека, и сдержали слово. Множество их пало с оружием в руках или погибло в зажженных шведами домах. Другим удалось уйти. Паткуль жаловался на казаков, казаки на Паткуля. Данил Апостол писал Мазепе. От начала верной службы нашей престолу пресветлейших монархов никогда не были мы в таком бесчестии и поругании, как здесь от господина Паткуля, который самовольно принуждает нас быть под его командою и бесчеловечную обнаруживает суровость, стращает нас виселицею и объявляет, будто великий государь отдал нас сюда за тем, чтобы и имя наше пропало. Под Варшаву 24 августа назначено было идти на штурм, и Паткуль велел казакам одеваться в латы немецкие. Один казак не захотел, и он ему поранил ухо, другой не захотел, того прибил мало не до смерти. Разговаривать с ним, гордомысленным, трудно. Слезно, именем всего войска прошу избавить нас из-под команды этого злочестивого человека. О чем не просим, не слушает. О потехе не спрашивай. У войска нага, босса голодна. Только советные отрады имеем у князя Григория Федоровича Долгорукова, с которым без толмача разговаривать можем. Так же и генерал Брандт со мною в товарищеском совете, и он только мне подает отраду и утеху, как человек правдивой совести и знающий хорошо здешнее поведение. Если б не он, Бог весь, как бы я обходился с этими немцами, не умея с ними разговаривать. Если дальше должны будем идти, то войско и под страхом смертной казни не удержится, потому что нечем жить. Хотя и служим, обливаясь кровью и теряя живот за здешний маистат, однако чести ни от кого не имеем. Апостол не оправдывает и казаков своих. «Казаки, — пишет он Мазепи, — так остервенели на своевольстве, что никак их унять нельзя, хотя беспрестанно и беспощады наказываются». В декабре 1704 года явились в Малоруссию казаки, ходившие в Польшу, и объявили, что, отступив от поздно, непадкуль отобрал от них лошади и отпустил пешком, не давши ни провожатого, ни наставления, куда им лучше идти. Они пошли к Кракову, но, не доходя до Вилюна, были настигнуты шведами и поляками Лещинского и разбиты. Спаслось в Краков 80 человек, которые и возвратились в Малоруссию с пропускным листом от короля Августа. Казаки возвратились без вождей. Апостол, без царского указа, бросил свое войско и уехал домой. То же самое сделал переславский полковник Мирович, отговариваясь голодом и холодом. Про казаков никто не говорил доброго слова, но никто не говорил доброго слова и про падкуля. Долгорукий писал Головину. Король мне на падкуля жаловался, будто он с досады, что не успел взять познание. К его величеству писал так противно, что Токма изволил терпеть для дружбы царского величества. И при том, будто с сердца писал, что и команду свою хочет покинуть. Изволите вы чаю падкуля знать. Не Токма слова, но и письма его надобно рассуждать. Если во время злобы пишет, в то время и самому богу на похвалу не напишет. В то время, когда казаки ссорились с падкулем в Польше и Саксонии, Гетман их Мазепа управлялся с полеем. Еще летом 1703 года Мазепа дал знать в Москву, что полей и искра поссорились с Амусем, хотят у него самого отобрать гетманские клейноты, и Самусь хочет перейти под гетманский регимент в полк Переславский, где у него родной брат и другие родственники. Но он, Мазепа, не позволил ему этого, велел до времени жить по-прежнему в богуславе. Полей почал вельми высоко забирать, доносил Мазепа. И не так с желательством своим ко мне отзывается, как прежде, и отчасу больше к себе гультяев прибирает. Я жалование монаршеское к полею присланы, у себя задержал до времени, присматриваясь к дальнейшим его поступкам. Пишет ко мне Полей, хваляясь, что крепость Белоцерковскую твердо укрепил, загнав с Полеси две тысячи человек. Самусь хвалится, что город Богуславль починил и укрепил. И искра объявляет, что Корсунь свой обновил и укрепил. Самовольство очень много со всех сторон к ним прибирается. В июле Мазепа писал, Полей и не мыслит об отдаче полякам Белоцерковской фортеции, потому что города строит и большую силу гультяев к себе прибирает. Если нужно отдать полякам эту фортецию, то можно это сделать только таким способом. Ехать мне самому в Киев с небольшим отрядом войска, будто для поклонения святым местам. Призвать к себе туда Полея, Самуся, Искру и не отпускать их домой. Но свои войска послать в Белоцерковскую и другие фортеции. Дивная то речь, что поляки, имея перед собой нужнейшее дело воинское со шведами, так часто великому государю прошениями своими о Белоцерковской фортеции докучают. Возможно, послу царского величества, при дворе польском резидующему, объявлять полякам, что и после можно будет им получить Белую церковь, потому что Полей, Самусь и Искра на небо не взлезут, под землей не схоронятся, должны будут волею-неволею исполнить монаршеский указ. В сентябре Мазипа прислал за новым монаршеским указом. Полей, Самусь и Искра, поссорившись, пишут ко мне, просят, чтобы я их поделил и универсалом своим тот на дел утвердил. Полей от себя присылал ко мне людей, прося денег на жалование своему войску. Также Самусь и Искра, имея при себе несколько сот конного гультяйства, оставшегося от прежних бунтов, просят денег, сказывая, что гультяйство это к ним собиралось, будучи обнадеженно добычу иляхскую. А ныне, когда я указом монаршеским пригрозил, чтобы смирно жили иляхов, не задирали, то они и докучают о деньгах, чтобы как-нибудь им гультяйство у себя удержать. В январе на 1704 года Самусь и Искра приехали к Мазепе в Батурин с просьбою, чтобы успокоил их ссору за города и села около Богуславля и Корсуня. Мазепа отвечал им, «Как вы там без моего ведома сели и завладели, так сидите и делайте, как вам надобно, а мне ненависти от поляков и даровой до куки не наносите?» Самусь и Искра сказали на это, «Куда же нам деться, как ни к православному монарху и ни к вашей милости?» «Пишешься обеих сторон гетманом?» «Если вами не будем приняты, то доведется всем рассыпаться, куда глаза глядят, потому что за поляками по их мучительству жить не можем и не хотим». 20 февраля 1704 года монаршеский указ состоялся, чтоб Полей непременно отдал Белую Церковь полякам, иначе вступят в нее царские войска. Но 29 февраля Мазепа писал следующее головину, «Приехал ко мне Цыганчук, обозный Полеев с платком свадебным, потому что Полей женил пасынка своего. Этот Цыганчук секретно сказывал мне, что Полей замышляет в подданство к ляхам, будучи прельщен частыми подсылками от Любомирских, под Камория Коронного и Гетмана. Любомирские же беспрестанно самуся обсылают то материями, то перснями. Не лучше ли мне самому налегке в Киев поехать, а Полей из Белой Церкви в Киев будто на секрет призывать? Из Киева лучше и способнее, чем из Батурина исполнить волю монаршескую о Белой Церкви или о иных каких монаршеских делах. А если Полей с подручниками своими под власть Ляцкую преклониться, то нельзя надеяться от них ничего доброго. На всю сторону Днепра огонь выкинут, не забудут и запорожцев, як у малодушных и непостоянных людей до своей компании призвать. Чтобы заставить Полей высказаться, Мазепа послал к нему знатного казака с увещанием действовать против поляков по-прежнему. Полей отвечал «Как мне с ляхами в доброй приязни не жить и к ним не склоняться? Когда от царского величества и от гетмана получаю частые грамоты, чтобы мне с ляхами жить смирно и Белую Церковь им уступить? Но я ляхам и никому иному Белой Церкви не отдам, разве меня из нее за ноги выволокут». В апреле Мазепа получил царский указ выступить со всем своим войском в польские владения против приверженцев Лещинского. Мазепа выступил в поход и 3 июня писал Головину «О полеи прилежно имею родение, чтобы устремить его против Любомирских, хотя с моей помощью, потому что при нем мало войска. Будучи насыщен духом и подарками Любомирских, он отговаривается от болезни, кто другими причинами и не хочет над ними промышлять. Притом уже 4 недели как в обозе при мне находится и постоянно пьян день и ночь и ни разу не видал его трезвого, да и товарищество его, как вижу, тем же духом Любомирских наполнилось. 15 июня новые вести о полеи от Мазепы. Самось, приехавший ко мне в обоз, был у меня несколько раз на приватном разговоре и объявил, что полей подлинно ничего доброго царскому величеству и королю Августу не мыслит. Присягнувшись домом Любомирских и побравший от них знатные подарки, обещал верно служить и постоянно пересылаться с ними тайно. Так недавно дал им знать, не бойтесь, Гетман только для страху вам вышел, а ничего с вами не будет делать. Вы что начали, то и продолжайте. Самось рассказал и то. Полей собирал раду за Белую Церковью и объявил, что Любомирские взяли его в защиту со всем его войском, говорил народу. Во всей Польше нет знатнее и сильнее их, только они могут нас уберечь, потому что ежедневно надо обнаждать под Киев шведа. Государь московский далеко, а король польский не защитит, потому что и самого себя защитить не может. Сами знаете, каковы войска казацкие. Немного постоят в поле, а как придется на коз до жатва, то все и разойдутся по домам, Гетман военная, которая не может вам ничего сделать. Еще потерплю ему до времени, писал Мазепа, пока даст Бог, перехвачу письма от Любомирских к нему или от него к Любомирским. Когда будет явная улика в измене, тогда велю за караул его взять. Но улики не было. Полей стоял вместе с Мазепою и тут продолжал посылать на него жалобы Головину. Полей говорит перед своими казаками, Гетман здесь даром стоит и никакого промысла военного не делает. Если б я своими людьми пошел, то давно б и я, и люди мои обогатились добычей. Я ему представляю, что по указу царскому и пожеланию короля польского я должен стоять тут, а вглубь Польши не вступать, чтобы не разорять поляков и не давать им повода к ненависти против короля Августа. Но ничего не понимает, потому что ум его помрачен повседневным пьянством. Гультяйство Полеева в разных местах великое бедным людям причиняет грабительство, разбой, убийство и разорение, а все моим именем. Число этих Полеевых самовольных гультяев беспрестанно умножается из Запорожья и из других мест, и грабят не только около Буга и Днестра, но уже и через Днестр переправились, во владение господаря Воложского многих людей пограбили и до смерти побили, о чем пишет мне господарь Воложский, требуя управы. Доношу и то. Хотя бы Белую Церковь и не нужно было отдавать полякам. И тогда Полеев не надо там более терпеть, потому что от него ничего доброго нельзя надеяться. Особенно опасаться надо, чтобы он по моем уходе какого огня не запалил, потому что он не только сам, повседневным пьянством помрачаясь, без страха Божия и без разума живет, но и гультяйство также единонравное себе держит, которое ни о чем больше не мыслит, только о грабительстве и о крови невинной, и никогда никакой власти начальства над собою иметь не хочет. По письму Головина Мазепа предложил Полею ехать в Москву, но тот отказался, здоровьем слаб, да и незачем туда ехать. Наконец Мазепа добыл улику, по которой счел себя вправе схватить Полея. Хвостовский жид-арендатор объявил, что Полей посылал его к подкаморию Любомирскому с требованием обновления договора, который был заключен Полеем с ротмистром, присланным от Любомирского. Договор нужно обновить, потому что Полей веселился с ротмистром и не все пункты договора помнит. Любомирский отвечал, «Очень мне удивительно, что брат мой, господин Полей, так скоро позабыл подтвержденные присягу и обещания, данные нам и всей Речи Посполитой. Главный пункт договора состоит в том, чтобы Полей был предан дому нашему и Речи Посполитой шел бы туда, куда ему укажем, потом, чтобы набирал как можно больше войска, конницы и пехоты и переменил Сердюков с восточного берега, а как скоро получу деньги от короля шведского, то сейчас же пришлю ему значительную часть. Пусть почаще достает ведомости о заднепрском поведении и нам об них объявляет, особенно пусть теперь же проведает о войсках московских и казацких. Скоро ли будут под Киев, куда намерены идти, как их много и кто над ними начальник. В монастыре Печерском сколько гарнизона и что за люди, сколько Москвы, сколько казаков. В Белую церковь пусть никого не пускает. Жид объявил, что Полей в другой раз посылал его к Любомирскому с письмом. Прочтя письмо, Любомирский сказал, «Благодарю господина Полея за известие, и я ему взаимно объявляю ведомости, хотя недобрые». Пес Сас саксонец прежний король взял собеских за караул. Пусть господин Полей прибирает себе как можно больше войска, потому что будем за собеских псу сасумстить. Обещаю господину Полею, что Белая церковь будет ему отдана навеки, только бы был дому нашему и речи посполитой предан. Священник Грица Карасевич подтвердил показания жида об измене Полея, и Полей был схвачен. Белая церковь занята русскими войсками. Мазепа доносил Головину, пьяницу того дурака Полея уже отослал я за караулом в Батурин и велел в тамошнем городе за крепким караулом держать. Также и сын его взят за караул и отошлю его в Батурин. Из Батурина Полея отправили в Енисейск. Продолжение следует...